вчера собирали сегодня уже банок по баночкам разливаем ну да я думал будет две-три банки максимум вот таких пол-литровых а смотри там нормально все баночки готовы первое альма делом занята очень важным завтрак у нее конечно хорошо бы большой ну нет так такового не имеется выходим из положения как можем ну вот что у меня получилось 5 литров варенье то есть 10 баночек по 0 5 там у меня вишневые две баночки я до этого закрывала абрикосовый тоже две банки я раньше еще закрывала но неплохо неплохо я считаю можно конечно еще съесть нарвать и наварить варенье но у меня сахар закончился я брала 5 килограмм и вот сюда все ушло почти надо еще сахар покупать ну может быть сделаю пастилу посмотрим ну заедем еще посмотрим если будут абрикосы то соберем еще сделаю пастилу и компотиков а так я думаю варень это принципе хватит абрикосового у нас погода хоть наладилась дожди перестали может подсохнет кабан ты чё на дороге валяешься кайфушки на солнце вышло солнышко не было соскучилась дома иди домой домой он мой мой внимание эти дом и аниме говорю домой нельзя что ты носом водишь стоишь у нас продолжается колка дров ну так потихонечку поколем алик поколит ну да ну осталось половину да я так да начать и кончить сегодня на огороде обнаружили вот такую кучу вот для сравнения моя нога не знаем кто это слепыш или крот для крота вроде большая но с другой стороны лунка есть надо наверное разрывать из и смотреть по диаметру что-то для крота и у нас кстати наш задний двор где баня там тоже кучи но не такие там мелкие там по ходу крот изрыл все и у теть поле тоже слепыш роет таскает все и у соседей дальше там в центре хутора 1 поймали вот но все равно продолжается таскание картошки прям на пасте морковку вот такие у нас во дворе но это небольшие это наверное крот все таки вот вот о том здесь тоже ну короче я притаптывал потом вот здесь вот целая дорожка была тоже притоптал вот еще обнаружил вот вот в общем много короче вроде мелочь а неприятно а что у нас на второй завтрак а ладошки из кабачков нас тут подписчица пригласила которая недалеко от нас от нас купила дом с участком пригласила как в тот раз вишни пособирать в этот раз абрикосы но мы тоже едем как обычно не с пустыми руками кабачки везем куда нет только дай волю сразу прыгает нет альма ты сидишь дома кабан остаешься за старшую так а мы заводим машину друзья посмотрите приспособление для сбора абрикосов хотел сказать персиков у меня все персики раз ну это чтобы не трясти и чтобы об бетон или об асфальт они не бились вот такая приспособа ну сейчас наверное я полезу крупные абрикосы до большие абрикосы прям под ногами валяются да вон побились ну да трясти не хочется чтобы они не падали не бились ну да чешно шакала похоже вот они такие шакалы чуть больше вот может шерсти побольше а так примерно такие же только морда у них больше на волка похоже ну как у волка да но но они примерно чуть ну такие может чуть больше да они шакалы едят все вообще все и рыбу могут ловить и овощи и фрукты и мясо и падаль абрикосы видят что я собираю и тоже и давай теперь приходится гонять тут чем хорошо тут на участке большие деревья и тинька много у нас вот деревьев больших нету только вот одна яблони где-то где цилия ну так набрали скромненько немножко ну размер абрикосов впечатляет большие такие и главное сочные сладкие вкусные и из этих мы не будем больше варенье варить но нам хватит а а вот компотики само то начала я лук убирать потому что он половина полег а половина нет но уже вот такое сухие уже такие у него стебли вот часть убрала а часть еще стоит как-то он не дружненько лег ну ничего вот сейчас этот полежит чуть-чуть я его уберу под навес и пусть там сохнет вон трава уже как по первой после дождей мелкая такая помидорки краснеют вот еще покраснели ну это по-моему помидоры ранняя пташка если я не ошибаюсь вот я рассадой сажала остальные еще пока зеленые вот эти крупные это мохито помидоры по моему мохито или нет не помню сорт у нас уже следующий день друзья вот съездили взяли бролеров 30 штук оплатили 25 опять он опять дал на шару на всякий случай ну как не на всякий случай а ну под сомнением выживут нет у него как обычно вот они такие сейчас пойдем их сажать в брудер воды купили потому что мы в брудер наливаем только бутилированную воду потому что нету кальция отложений в этих сосках откуда они пьют если нашу воду лить то они будут забиваться и протекать вот такую воду все время даем кстати сами такую не пьем но потому что ее не напасешься столько ну да вода не дешевая это 70 рублей бутылочка но это самая дешевая которая была в магазине так познакомься Несь эх фух ну все забирай ну сейчас я закрою а то что альма облизывается она вчера кстати две тарелки каши съела что обычно не бывает такого даже одну тарелку не ест а тут кашу с мясом две тарелки на ужин перед сном я говорю ну всю ночь будет гавкать так и было мне аж ночью приходилось вставать выходить и говорить ей что я нашла на место ну что и дел в грудер вот этот что-то лежит совсем спит думаешь конечно они сейчас первое время будут спать постаново первые там двое-трое суток на эти вот заметно подросли уже крылья такие вырисовываются один сразу пошел есть смотри в кормушку сейчас все увидят тоже пойдет есть голодные голодные такие эти ох ты шустры иди обратно куда надо водой сейчас налить о уже клюют из кормушки смотри да какие хорошо пусть клюют больше больше выраст да картина маслом раз два внутри где шел там упал ну и что вы думаете раз слой два слой три слой там свои слои коз я еще не возил в машине машина достаточно новая свежая конечно если она сходит по маленькому это все это замена салона однозначно особенно снизу едем за козочкой посмотрим если понравится мы возьмем альма а ты остаешься здесь за старшего нельзя и ты кабан тоже будешь присматривать за альмой все уходим мы уже выехать собрались бискария пять пришел вторая мышь за сегодня в общем он их находит за двором ловит и прет домой весь участок уже в этих вышах что ну мы его покормили он пришел нас покормить да поблагодарить да бискарь ну ты доедешь так а мы едем но по пути мы заехали к Владу он купил собаку новую новую а вот у него старая была щеночек привет Влад привет это дворняжка кто дворняжка дворняжка конечно шутка шутка это немец вот это такое красивый 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 ну прикольный да слушай а он это они молоко дескать и пьют уже все а чё хвост кверху или у молодых нам да уже потом на территории пока еще не привык а новый запах только сегодня оторвали его аааа ну да он переживай он писает да но они вообще не плакают он сейчас не ну оторвали от мамки конечно он еще он еще я думаю что два-три дня и привыкнет уже потихоньку ну да вот у Влада какие в два месяца индюки такие любопытные ручные а вот это вообще вот подруга ручная стал прижался смотри а этот нахохлился да красавица типа моя красавица что ты ее гладишь а меня такая моя это тематика она девочки да это тематика это девочки лук и творог лук и творог это тематика это лук лук они посмотрите по-буду их не корни корни а ты что пришла и гладить его на горах а у того еще смотрю розовая голова да они цвет меняют аааа у них это настроение да вот у них правильно делали как хамелеон ааааа когда они спокойно у них так у них так получается три пацана вот из этих белых а два на два взрослые стоят семь восемь тысяч ну да да так он и весит прилично ну и что короче мы купили козу вот мордочка друзья целый процесс был погрузить ее связать лапы и сейчас она у нас там перевернулась то есть пытается встать она лежала пытается встать я вообще думаю что как бы она головой стекло не выбило я тут короче одной рукой рулю второй держу телефон одни повороты это мы едем со стороны мастерского местная знаю дорогу петляющую но с другой стороны машин нет совсем хорошо вот короче маргарита залезла туда багажник ну скажем так на заднее сидение которого нет туда на бензобак села потому что коза начала плакать биться что-то в стекло вот и короче я говорю маргарита давай полезай вот и козочка притихла вроде она ее гладит я говорю надо с ней поговорить успокоилась да не просто погладить а еще и поговорить вот и она вроде так нормально пока не сказать что там как-то платят козочка смотрит в окошко у нее есть имя но мы ей дадим другое да я правда не знаю какой еще да я тоже пока не знаю кстати можете предложить в комментариях как назвать козочку только не какими-то банальными а что-нибудь прикольное да что-нибудь интересное очень короткое и очень прикольное там мы едем нам еще ехать километров 80 80 85 у нас там туча впереди наверное дождь не бьет да это у нас каладжинская да мы по-моему проезжали да едем вот она наша козочка вчера ехала на коленях у меня спала от этой козы вообще нет никакого запаха да алик от альмы и от неси больше вони после поездки в машине там вся машина провоняла от этой даже она лежала на чем на этой на куртке да и или на свитере не помню на толстовке по-моему сегодня маргарита подошла говорит на понюхай вообще говорит нет запаха ну действительно и молоко сладкое как мороженое вкусное вискарик кто-то партизаник тут она его даже не замечает но вискарику хочется познакомиться вискарик надо ей еще акации нарвать ну конечно она переживает потому что новое место подоили мы ее сегодня где-то полтора литра молочка что такое кто ты плакаешь кто ты плакаешь да что такое это козочка помесь а у нее папа нубийц а мама альпийская коза и вот такое что-то среднее получилось да но она еще молоденькая по-моему первый окут был второй окут был второй окут был да вискарик но она не обращает внимания за соперника его не воспринимает а вот нейска уже та та покрупнее и альма тоже ну то вообще мы ее пока закрыли сейчас и так у нее стресса полно ну сейчас мы ворота закроем альму выпустим да она хочет походу это туда залезть можно конечно по длине я просто переживаю что она вот тут может запутаться может вот эти она достанет или нет но она же с зеленой ягодой будет есть я не знаю и откислять это можно иди давай кушай она достанет все сожрет ну прям слушай там косточки она с косточками есть не надо бы ей ягоды эти с косточками она все подряд съела можно и конечно по длине веревку чтобы она вот туда короче вискарь я так понял будет тусить здесь ну да главное чтобы она его веревкой тут не перетянула да не достать да мне кажется ее надо чтобы к той стороне она была поближе давай веревку вас еще отпустим давай о вискарь ну все у тебя подруга теперь появилась у тебя будет за кем охотиться ну перевязали мы ее по длине чтобы она могла достать тут и крапивка есть и алыча есть все козочка хорошая ласковая ручная да маргарите понравилось говорит поедем за ней да она мне я хотела безрогую чтобы не было рог ну и хотелось альпийскую но сложно найти тут сложно либо очень космических денег стоит либо все продали но если по нормальной цене да то прям уходит в лед очень чистая козочка мы приехали она прям чистенькая да не запаха не грязь в имя без коростов да красавица видишь она выплевывает сливы она не дура так что ждем предложения с тем как назвать ее да ну кроме кроме таких как яндексе забиваешь белка стрелка галактика там всякие вот эти километровые названия что-нибудь прикольное короткое короче они подружатся это надо воду не поставить к забору шипа не перевернула иди пода говорит несешь воду иди ко мне иди иди козелька 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 да можно козелькой назвать иди с дороги уходи а кличка у нее жданка ну я считаю как какой-то это наступи на веревку у нас машина едет на веревку наступили вот так и да все не суетись нормально да все уехала машина не переживай она не искать в кусты сразу она боится что и опять куда-нибудь повезут а быкнется конечно стресс другая территория другие люди другие животные привыкнет вот теперь я могу с уверенностью сказать что это каша из нашего и собственного молока в общем козочка сейчас дает полтора литра ну где-то литра полтора утром и также может быть литр 600 вечером или наоборот ну полторашку грубо говоря да в общем 3 литра в день не сказать что много ну и не так уж и мало нас двое нам хватает причем что мы ее еще не купили а у нас уже есть клиенты на молоко то есть клиенты на молоко есть а самой козы производителя нету каша вообще не отдает вот молоко вчера значит доили когда почему я вообще молоко не пью если попить свежего парного сырого не кипяченого молока то начинает там живот крутить там дрищ может быть и все такое вчера когда подоили еще у хозяйки у прошлой ну там перелили мы попросили чуть-чуть попробовать оно отдает ли оно козой вот ну и они пока переливали в общем вот такую кружку целую налили ну и куда девать маргарита хлебнула говорит ну отлично молоко но я больше не хочу из этого надо чтобы оно постояло в холодильнике туда-сюда ну не выливать живу я думаю ну ладно чем черт не шутит ехать час за это время до дома доеду короче хлоп эту всю кружку вот прям только подоили до 3 минуты прошло ничего не булькнуло в животе до сегодняшнего дня то есть вообще как будто вот я не молоко пил а просто воды попил но это значит что хорошо усваивается да молоко вот чистое мороженое оно такое сладенькое никакого привкуса вообще нету вот в принципе та прошлая коза которая мы у нас была два года назад она у нее тоже было хорошее молоко но она давала где-то утром 800-900 и вечером так же плюс причина вообще ее продажи то что она у нас побыла там дней десять или может недель две значит первое она бодала баранов ее в принципе для этого и брали чтобы бараны за ней ходили ну как божак она оказалась что надо было козла брать а не козу и вторая причина ее доили вчетвером я стоял у нее рога были я стоял на козе вот так вот держал одна соседка держала одну ногу вторая другую точнее Рита другую и четвертая доила вот и это было каждый день утром и вечером всех звать но это тоже не дело и в итоге короче мы ее продали но молоко было у нее нормально но вот это молоко вообще супер только поэтому и продали то что она не давала себя доить и мы напрягали людей и нам уже стало неудобно что они к нам уже им молоко раздавали то есть так подумали блин как на работу к нам ходили поэтому мы ее продали да то что да а это вот сегодня маргарита с утра ну конечно там не опытными руками там все такое по одной сиске там доила но тем не менее да ну я где-то грамм 800 надоила а потом мы позвали теть Полю опять да я говорю теть Поля один раз говорю вот чисто так чтобы понять вообще зажимает она или просто там нет молока вот ну теть Поля тоже так чик-чик-чик в общем полторашечку свою коза дала и чтобы она как бы не рыпалась ей даешь ведерочко из зерна и пока она и выезд и дуешь и причем она даже стояла уже поела она стояла ждала пока маргарита ее там подует вот ну то есть нормально доится коза как бы но она еще попривыкнет просто ну хотя бы надо неделю для того что она сейчас как бы плачет вон там мы ее сейчас привязали но потому что по старым хозяевам там новое место да там новые животные она их видела бискарь там вообще от нее без ума там за этой веревкой гоняется в общем они подружатся ну мы довольны друзья что у нас есть коза вот для каши для может быть будем делать творог и сыр но это конечно обязательно и пока одна коза но и думаю что это мы думаем что это не последняя коза нужно время татьяна николаевна с вам большое спасибо приезжайте за молоком мы вас ждем а еще у нас мы прикупили две рамки меда у нашего хорошего знакомого соседа значит одна рамка сейчас взвесили 1,850 кг а вторая 1,650 кг ну где-то 3,5 кг примерно да получается я специально хотел именно не в банке меда а запечатанный потому что вот я сколько мы когда хотели заводить улья я много информации посмотрел в интернете все изучил всех вообще послушал столько мне до сих пор эти в рекомендации все показывается но что-то я представил что если лезть мне в улей что-то я наверное психологически не выдержу вот так руку туда запихнуть перчатка не перчатка там без разницы там под эту ну во-первых куча спецодежды вот решили просто купить у соседа зачем иметь свои когда вот у соседа можно купить значит именно запечатанный потому что сколько смотрел все говорят что настоящий мед это запечатанный мед а то что пчелы не запечатали это нектар вот первый раз в жизни я режу рамку и мед вот он вот он вот он потек сейчас мы его не уроним а мы его сейчас вот так наверное ножом потом еще и вот она так сказать настоящая жизнь в деревне без меда но никак это я люблю мед в сотах да ну и как бы одним этим было что маргарита любит именно вот вкусно ну я сейчас не попробую я позже попробую это акация ну все у нас вот с весны что-то акация разнотравит она позже пойдет какая прелесть вкусно верю верю что вкусно так так и так ох так вот тут еще наверное разрешил так сейчас надо баночки подготовить ну да сложить это все вкусно маргарита хорошо подсела на мед последнее время вот значит будем баловать девочку нашу зима нам не страшно у нас есть картошка мед мед ну насчет картошки я бы пока не говорил потому что сегодняшнего дня начнутся дожди чуть ли не на неделю ливни вот и тетя поля говорит что там в одной станице в отважной что ли в какой-то на о говорит уже начали подкапывать картошку а она говорит уже начало гнить ну там короче дождей было больше чем у нас шкура то у картошки еще тонкая я подкапывала не гниет но это пока кстати сейчас покажу слушай ну нормально так смотрит получилось вот я копала картошку вот такая нормальная алик хотел мелкой чтобы отварить и пожарить но она в основном вся крупная уже уже вот смотри слушай это мой дядька в дагестане помнишь когда мы были в том году говорил что надо есть прям с воском крит это наоборот полезно может это и так но чё то как то мысли меня я ела с воском жива не ну типа глотать его да в дагестане я ела ничего нормально как то я не совсем это понял вот может это прикол был а может и правда но если кто пчеловод напишите в общем можно так вот вот это все например ну не за раз а там со временем все это съесть и все это с воском сжевать что-то я как-то сомневаюсь давай вторую вторая сюда вместится сейчас банки возьму сейчас это главное чтобы муравьи и пчелы сюда не налетели ну вот получилось так полтора килограммовая и половинка трех литровый тут еще надо слить на вот это мы сейчас поедим вот это вот этот кусочек ты съешь да я тебе положу вот сюда наверх а вот это надо слить в баночку Макс пойдем с козочкой познакомишься пойдем вискос тут тоже не отходит от козы все отпускай да что такое иди что такое алик сидит пасет сижу с кабаном чтоб не кричала да ну чтобы она как-то привыкала пообщаться там Макс Максик Макс иди иди сюда мой хороший иди Максюшка да иди мой хороший Максик Макс иди ко мне иди Макс не бойся он такой в шоке Макс иди иди давай пофигу все по носу ей хвостом Максик Максюш иди иди мой хороший Максик Макс иди ко мне вон она алый чуд трескает сливы не ест аккуратненько да листочки срывает я уже есть только акации тут понадавал уже сходил на веревке с ней туда дальше но она прошлась и развернулась и сюда пришла привела меня непонятно кто кого выгуливал вот водичка ей стоит все кабан она все вот как человека видит да думает что это кто-то из старых хозяев высматривает макс опять пошел да пусть идет я его искала вчера полдня он в этом в старом доме шарился вылез весь в паутине а кабан короче ходит такой знаешь тут эти манпасье валяются ммдэмс от козы и она вся такая типа мимо идет раз так и хочет это снямать все гуляют тут ну кроме альмы ей понятно ей сюда нежелательно вискарик максу тут только что харакири делал но макс все равно его повалил и занял его почетное место на скамейке жарко жарко а че там кабан нельзя кабачок хочет съесть кабачок в общем а мы говорили что она не пьет вот у старой хозяйки стояла ведро стояла ведро с водой и вторая коза была заанинская и если та попила из ведра вот этой этого уже не подходит не пьет а наоборот если эта попила из ведра той то та пьет то есть такая она своеобразная с характером и миска у нее своя была тоже да никто не мог из нее есть в общем у нас тут такая ситуация вон там корова от стада отбилась я и рите говорю давай альму выпустим пусть погонит корову обратно в стадо а то сейчас еще по огородам пойдет как два года назад помнишь несколько коров тетя Поля в кукурузу мы там бегали гоняли даже есть ролик на канале все наелась максик что там он смотрит максик тетя Поля увидел я думаю может альму выпустить пусть погонит а если альма побежит в огород да что она побежит в общем только оторвал пятую точку смотрю уже макс тут недолго пустовало место кушай кушай тетя Поля пару ласковых и корову уже сваливает в общем максик теперь занял мое место пастух освободил ну видишь Несси уже спокойно на нее реагирует но она только иногда это включает скорость типа гавкать начинает а так нормально да Несси фу нельзя видишь надходит лепота да жениха мы нашли Несси точь в точь один в один там где кот брали да копия Несси вообще ну чуть больше потому что кобель больше даже грудка белая как близнецы да такой же черно как он там черепаший или тигровый да такой деловой там вышел типа чего сейчас разберемся по сравнению с ним Несси ангелочки добрые так что друзья кому нужен французский бульдог вставайте в очередь вот друзья что сегодня маргарите удалось снять с огорода ну это побольше да чем до этого да уже нормально как бы что будешь делать с ними не делаю так пойдем пока а мы друзья в гости едем к еще нашим одним подписчикам которые недалеко от нас купили дом с участком ну естественно мы едем как приличные люди не с пустыми руками маргарита кексик испекла картошечку с огорода овощи это так сказать от нас презент у нас все друзья не забудьте поставить лайк если ролик вам понравился всем пока